если желаете попробовать мои котлеты из щуки свежей я прошел ко мне на кухню добрый день меня зовут валентина и вы меня на кухне сегодня будем готовить котлеты из свежей щуки что для этого нужно сама щука свежая выход где-то будет 800 900 грамм даю расчет на это количество лука 3 штучки хлеб белый 150 грамм 2 яйца кефир 100 миллилитров масло растительное 50 мл сухари панировочные 100 грамм соль и перец по вкусу давайте будем готовить перед тем как мы будем щуку нашу разрезать на филе мы ее сбрызнем сначала лимонным соком чтобы ушел такой темный запах полежала у нас филе немножко и мы начинаем разбирать отделять хребет и косточки но это процесс долгий поэтому я отключусь пока вот так вот быстро отделяется от хребта и от кости смотрите сколько много у нас получилось филе это сейчас мы перекрутим на мясорубку дважды потому что там чтобы мелкие косточки перекрутить нам пока будем мы перекручивать фарш мы замочим наши булочки в кефире прокрутили мы один раз но лучше еще прокрутить дважды а может даже если и три раза ничего страшного сейчас мы прокрутим второй раз налили растительного масла и добавляем туда немножко чесночка буквально два зубчика чеснок придаст нашим котлетам пикантный такой запах будет очень вкусно достаточно поджарили и мы его убираем добавляем немножко сахара сверху и поджарим до золотистой корочки лук наш поджарился готов мы его выключаем кордой мой будем жарить наши котлеты добавляем наш хлеб размоченный кефире 2 яйца соль по вкусу перец по вкусу добавим пряные травы лук все тщательно перемешаем руками ложкой перемешать сложно поэтому перемешиваем формируем наши котлеты натерли сыр порезали зелень добавим горчицы ложечку майонез разложили начинаем жарить наши котлеты поджарили одну сторону слегка мы накрываем крышку и делаем огонь на минимум итак наши котлеты готовы с картошечкой самое что вкуснятина обалденно вышли мягкие сочные котлеты прекрасно берем котлетку и смотрим какие они внутри бесподобная котлета вкусная сочная обалденно 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 Продолжение следует...